В поисках своей половинки многие в наше время активно знакомятся в интернете. Кому-то везет, они находят свою любовь, а кто-то бывает и такое, оказывается не то что разочарован, но и обворован новым знакомым или знакомой. Как распознать среди виртуальных женихов и невест тех, кого надо точно обходить стороной, а может и вовсе не пытаться найти свое счастье в сети? В День Святого Валентина спросим у психолога Аллы Лобановой. Алла, здравствуйте. Здравствуйте, Лена. Были ли в вашей практике случаи, когда к вам обращаются люди с подобными проблемами? Познакомился, а там шарлатан какой-нибудь? Были. И вы знаете, с каждым годом их все больше и больше таких случаев, к сожалению. Причем женщины разных возрастов, даже бабушки попадаются на эти уловки. Да, у меня однажды была пациентка 72-х лет, которая полюбила, она говорила, что это ее был последний шанс, полюбила какого-то полковника с Украины. Он ей рассказывал о своей тяжелой судьбе, просил денег, и вот она ему в районе 700 тысяч перечислила. Да, у него боевые раны были, он лечился, она помогала всей семье. Любовь зла, да? И все возрасты ей, к сожалению, покорны, вот как в этом случае. А в таком случае, скажите, на что в первую очередь следует обращать внимание вот уже на уровне переписки, первого знакомства? Вот мошенники, они обычно действуют по отлаженной системе. То есть у них стандартно через какое-то непродолжительное время они начинают признаваться в какой-то страстной любви, говорят о том, что вот этого человека всю жизнь искали. То есть это первое, на что нужно обращать внимание, если вдруг как-то сразу... То есть нормальный мужчина сразу не признается. Сразу не признается в любви, да. Следующий момент. Мошенники стандартно рассказывают какую-то грустную ситуацию, которая случилась в их жизни, и что они бы с удовольствием встретились, но, к сожалению, из-за каких-то проблем они не могут это делать. И вот поэтому вот нужно обязательно им помочь. И следующий момент. Обычно они рисуют очень много перспектив, то есть строят какие-то планы на будущее, да. Но обычно это все вот в плане переписки только оканчивается, все эти планы. То есть если вот эти три момента наблюдаются, это обязательно будет мошенник. Причем, вы знаете, сейчас даже есть определенные люди, которые делают на этом бизнес. То есть рассылаются сообщения, то есть обрабатывается не один человек, а сразу много. Здесь тоже есть определенные схемы. Обычно они называются имена этих женщин, например, там рыбка, дорогая, красавица, любимая. И на конкретные вопросы они не отвечают. То есть какие-то шаблоны, то есть вот это вот тоже можно заметить в переписке. Если такое человек видит, то, конечно же, сразу нужно прекращать переписку. Почему же женщины в таком случае на все это клюют? От нехватки любви? Или мы все еще верим в сказку? Ведь вы сказали, что такого не может быть практически. Вы знаете, не только женщины, и мужчины на это клюют. И мужчины клюют. Да, то есть, но все-таки шалят вот таким образом чаще мужчины в интернете. Но бывает и наоборот. Почему клюют? Потому что у нас у всех одна проблема – одиночество. И каждому человеку хочется быть любимым. Хочется как можно больше поглаживаний. Хочется нежности. Женщинам, естественно, нужно внимание. То есть таким образом некоторые самоутверждаются, когда много поклонников, когда со всех сторон они слышат что-то приятное. И причем на эти грабли наступают и замужние женщины, которым мужчины по каким-то причинам не хватает в семье чего-то. То есть они ищут себе партнера в интернете. Но, наверное, самая такая проблемная зона – это даже не интернет-знакомство по России, например, а вот с заграничными женихами. Потому что ведь наши женщины что только не творят. Продают квартиры, берут детей и едут туда. То есть верят всему, что им говорят. И, вы знаете, вот тут вот даже не сказать, что там низкий интеллектуальный уровень у таких людей. Нет, это просто вот человек рисует себе в голове образ. В этот образ влюбляется. И потом вот даже что бы ни происходило, вроде бы иной раз, когда они рассказывают, думаешь, ну как, ну вот на это надо было обратить внимание. И на это надо было обратить внимание. Ведь это явный развод. Они это всё пропускают через какую-то призму розовых очков, оправдывают своих женихов и несутся к ним на крыльях любви. Ну, понимаю, возможно, нет такой статистики. И всё же, быть может, вы знаете, ведь всё равно встречаются, наверное, положительные мужчины, женщины в интернете, вот когда они так знакомятся. Да, есть такая статистика. Она, конечно, очень небольшая, но есть. И это действительно люди, познакомившиеся в интернете. Потому что зачастую бывает, что у людей просто нет времени куда-то ходить, где-то знакомиться. И поэтому, да, бывает, люди создают семьи, счастливо живут. То есть это абсолютная норма. Но и вот как бы и в жизни-то, в обычной, у нас ведь тоже такое может случиться. Потому что люди вот сейчас как-то грешат всё время на интернет, да? Интернет виноват. Просто в интернете это всё происходит быстрее. В жизни в обычной тоже вы точно так же можете встретить мошенника, точно так же афериста при обычном знакомстве. Ну и вот если вдруг встретил в интернете и решили встретиться уже в реальной жизни, как себя вести, чтобы сразу не отпугнуть? Ну я всё же про женщин буду говорить. Ну давайте про женщин. Во-первых, конечно, не нужно рассказывать много чего-то о себе. То есть нужно быть бдительным и осторожным. Не нужно какую-то информацию личную выдавать. Где живёшь, где работаешь. Ведь женщины иной раз у нас рассказывают даже вплоть до того, где они деньги хранят, сколько у них на счетах. Но они как бы считают, что таким образом они себя возвысят, покажут свою крутость какую-то. На самом деле вот для мошенников это хорошее, ну так скажем, они на удочку их ловят. Алла, если это не мошенник, порядочный мужчина. Я думаю, что через несколько встреч вы всё поймёте. То есть какой-то там схемы, как себя нужно вести, о чём говорить нет, естественно. Да, конечно, схемы нет, видите. Естественно, можно встретить и хорошего человека, но обычно это распознаётся довольно быстро. А мужчины какие ошибки совершают, если встретил не ту? Вы знаете, вот у мужчин обычно, ну, они тривиально покупаются на секс. То есть когда женщина им многое обещает и рассказывает о том, какая она сексуальная и как она всё, что она может делать, то есть они покупаются на вот этот развод, ну, а там уже тоже дальше женщины из них зачастую вьют верёвки, ну, вот секса не давая. То есть мы как-то всё на перспективу, а они вот здесь и сейчас, чтобы всё свершилось и замечательно. Как аккуратно отказать, если вдруг вот переписывались, всё шикарно, встретились, с первого взгляда тоже вроде ничего, но вот немного пообщались, минут 10, и ты поняла, что… или ты понял, ой, вообще не твой человек. Вот как так тактично уйти? Вы знаете, да зачастую так и происходит. Люди, переписываясь, они же себе в голове, вот опять-таки рисуют какой-то идеал, потом, когда они встречаются, важно же всё, и интонация, и запахи. Да и порой даже по фотографии не похож. Конечно, да, и по фотографии бывает не похож. Сразу держать дистанцию. В переписке тоже не надо переходить какие-то границы. То есть у вас всегда должно быть расстояние. Не допускайте человека близко до себя. И старайтесь встречаться на нейтральной территории и не заставлять человека, ну, так скажем, какие-то суммы за себя большие платить. Но это женщинам, да, потому что некоторые в ресторан он оплатил, а потом вроде как бы ей неудобно, вроде как бы надо рассчитаться. То есть, ну, не знаю, встретитесь в кофейне, выпейте по чашке кофе. То есть, таким образом вы можете и пообщаться, и в то же время вы не будете обязаны. Алла, вы как психолог всё же что посоветуете? Стоит знакомиться в интернете или категорически нет? Почему? Я считаю, что знакомьтесь где угодно. Тем более сейчас... Ну, пусть это не звучит как пропаганда, конечно, что-то знакомство в интернете, мы из реальной знакомства в том числе. Абсолютно верно, конечно. Где угодно знакомьтесь, то есть никак это не запрещается. Просто всегда оставайтесь бдительными, осторожными, думайте головой. Прежде всего. А чувства уже потом можно включить. Спасибо за эту интересную беседу. Ну, в общем, можно вас с праздником поздравить. Хоть девочка с девочкой, но всё равно. Спасибо большое. Я вас тоже поздравляю с неублюблённых. Ну, а я напомню, что сегодня в День Святого Валентина с психологом Аллой Лобановой мы говорили о том, как найти свою вторую половинку.